Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Вступление в одиночном разряде на теннисном турнире в Китае. Тольяттинская спортсменка проиграла другой россиянке Екатерине Макаровой в 1-8 финала в двух сетах с одинаковым счетом. 6-4-6-4. Не повезло Касаткиной в паре с чешкой Катаржиной Синяковой. Они не сумели преодолеть барьер второго круга соревнований. Проиграли польке Алисе Рассольской и американке Эбигейл Спирс. Накануне не повезло итальяттинским хоккеистам в молодежной лиге. Ладья на выезде встречалась с Тюменским легионом. Первый период остался за хозяевами площадки 1-0. Во втором зрители увидели уже шесть заброшенных шайб. И вперед вырвалась Ладья 4-3. Исход поединка решило численное большинство Тюменского легиона за шесть минут до конца встречи. Итоговый счет 5-4 в пользу легионеров. Крылья Советов готовится к матчу со вторым составом Питерского «Зенита». В среду тренировка прошла на футбольном поле. До этого команда подтягивала физподготовку. Крылья Советов готовится к игре с питерцами в полном составе, кроме защитника Дмитрия Яченко, который восстанавливается после травмы. Матч ФНЛ «Крылья Советов-Зенит» состоится в субботу 30 сентября на Металлурге в 15.00. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Металлург Металлург